Судебные приставы навестили злостных алименщиков в селе Червишево. Сотрудники ведомства посетили пять адресов. Утреннему визиту должники не обрадовались. У каждого накопилось более 200 тысяч рублей долга перед своим ребенком. О результатах рейда Светлана Зорина. Безответственность или безработица? Почему этот мужчина стал злостным алименщиком, приставы разбираться не будут. По первому адресу должник уверен, что платит. Только за что, не знает. У меня нет документов о том, что вы работаете в совхозе Червишевском. Так вы зарплату снимаете, я документы оставлю. Я ничего не снимаю. Если у вас бы зарплата снималась, она приходила бы к нам на депозит. От первого брака двое детей и долг. Больше 200 тысяч рублей. Я изведу арест имущества. Это не моя все. Документы предоставляете, что это не ваше имущество. Я даже не прописываю. По месту фактического проживания. Вещи не увозят, а оставляют на ответственное хранение. Заплатишь сумму, на которой их оценили, и арест снят. В этой квартире описали холодильник, стиральную машину, сканер и утюг. Примерно тот же перечень в доме у другого должника. Вы знаете свою задолженность? Да. Какая? Сотка с лишним. На 1-й 05-й 2016 года должность у вас составляет 304 603 рубля 27 копеек. Это по одному производству. На что проживаете? На обеспечении жены? Да. Нынешней? Да. Часто должники не горят с желанием встречаться с приставами. В прошлый раз, когда мы были с данным участковым, то есть мы также постучались в дверь, открыл отец его, представился, сказал, что сын его здесь не проживает. Ну, участковый решил проверить квартиру. И оказалось, что данный должник скрывается в туалете, свет был выключен. Проверили туалет и в этот раз. Видимо, должник выбрал другое укрытие. Люди взрослые, мужчины. Руки, ноги есть. Работы только не бывает. Тот же грузчик, тот же водитель. У него нету прав. В 2015-м на контроле состояло более 12 тысяч должников. Их общий долг перед детьми превысил миллиард рублей. В этом году цифры снизились. У клонистов стало меньше на тысячу. Но и сумма погашенных долгов тоже упала почти в 4 раза. Светлана Зорина, Евгений Доценко. Тюменское время.